Продолжение следует... 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 Если у депутатов другое мнение, значит не голосуют. То есть я понял, что не все проекты решения в соответствии с регламентами рассматривались на всех депутатских комиссиях. Правильно? Горят они, не горят, но мы работаем с нарушением регламента. Бакон Евгеньевич. Уважаемые коллеги, для того, чтобы утверждать, работаем с нарушением регламента или нет, надо взять регламент. Это первое. Второе, я полностью поддерживаю мнение, что в основном регламент должен соблюдаться и за 15 дней должны готовиться проекты решения и проходить обсуждения в различных комиссиях. Но у нас в регламенте читали, буквально для вас Сергей Николаевич, пропозиции, что до каждого питания, которое предлагается включить до проекта порядка дневного сессии, подаются с сопровожденной запиской и проектом решения, которое предлагается принимать из этого питания. Проекти решения должны быть юридически обручены и с назначением соответствующего закона. Пропозиции до порядка дневного, внесенные после назначенного термину, 15 дней, або под час черговой сессии, а сейчас чергова сессия, вносятся на разряд МИСКОЙ РАДИ после обговорения. Будь ласка, поставьте на обговорение каждое питание, которое внесено сейчас. После обговорения депутатами принимается решение о включении этих пропозиций до порядка дневного. Пытание запряженного порядка дневного сессии МИСКОЙ РАДИ может разглядаться в инши и последовательность и так далее. Есть у нас статья регламента, которая нам дает возможность, даже нарушение, не нарушение, а если не подано за 15 дней, не прошло в комиссии, предложить. Для этого каждый вопрос должен сейчас обсудиться и поставиться отдельно на голосование. Дякую. Петербург, Елена Геннадьевна. Уважаемые коллеги, насколько я поняла, проект решения, который подает Александр Иванович... Комиссия подает. Да, простите, комиссия подает на розгляд сессии, способно переносу крупной суммы коштей с программы розвитку ЖКХ в той самой программе, но на другие потреби миста. Цей проект решения уже был в 10-м. Комиссия с бюджетом и финансовым свое заседание проводила у середины в 16-м. Цей проект решения не знаю, почему не был подан на розгляд нашей комиссии. Я вважаю, что это вопрос, кричущее, его нужно решить, но не в таких способах. Можно было прийти у середу, рассказать про это вопрос, если оно нагальное, решить его нагально, внесением голоса. Но, насколько я поняла, проведу сегодня консультации, нет такой потреби нагально. Прямо зараз вырешиваете все питание, его можно дообращивать, дообсудить, и внести так, как и будет? Дякую. Переченка. Я очень кратко, и я просто хотел бы всех коллег попросить, чтобы мы работали на сессии более конструктивно, не теряли время, потому что ни капонечане ждут от нас конструктивной, чёрткой, чёртой работы. Сейчас мы занимаемся не тем. Попрошу вас, это мы можем в комиссиях, на спинных заседаниях и так далее. Сегодня на сессии, давайте решать вопросы никопольчан, пожалуйста. Дякую. Дёмочник. Поздравляем, депутат. Поскольку депутат Кириченко в одном из первых своих преступлений сегодня внёс пропозицию сформирования депутатской группы «Мой никополь-демократы», то я ставлю перед вами вопросы о целесообразности включения в повестку дня, вопросы о распуске депутатской группы «Мой никополь». Уважаемые господицы, я ещё раз вам зачитал регламент. Давайте не терять время, правильно рассказывать. Каждый депутат внёс предложение, если есть проект-решение, подбороженная запыска, бутланка, перед постановкой на голосование включения в повестки депутатов называйте вопрос, поднимаются, высказываются свои «за» и «против» и «голосуются». Чего мы теряем время на какие-то объяснения, можно было или нельзя. Садимка Александровича Журавеевича. Уважаемые депутаты, я просто это решение доложу не с трибуны, а сейчас, чтобы вы понимали, в чём здесь. Александрович, давайте всё по повестке. Журавея Виталий Юрьевича. Прошу внести в победу дня заявление депутатов. Шановные коллеги, прошу внести в порядок дневный проект-решение про наддание одноразовой грошовой допомоги социально незахищенным гражданам. А также про внесение изменений в решении Мирской Ради, про уклонение постельных комиссий, затерживание их склада, по оборудованию грех комиссий, за руководством внесенных змин, розгляд заяв депутатов Мирской Ради Заграя и Тимашенко. Также есть поведомление про изменения в складе депутатской фракции фракции регионов, поведомление постельных депутатской группы промыслов и Микополь, поведомление про изменения в складе депутатской группы Коброгу и информация про консультантов депутатов Мирской Ради. Уважаемые коллеги, давайте начнем с земли, потому что земельные питания у нас были в основном в порядке. Мы, ты, я вам буду задавать, обговорим и поставим их на голосование. Пожалуйста. Александр Михайлович, все понятно, есть возражение у депутатов по этому вопросу? Внимание у кого? Ставьте его на голосование. Кто за то, чтобы внести порядок где? Кто за? Кто против? Кто отримался? 52 за. Ставим передождение. Есть вопросы по данному проекту? Нет. Ставлю на голосование. Не закончился, а уже закончился договор аренды. Это то, что просили раньше. Уже за месяц арендную плату не получит арендную плату. Поэтому этот вопрос необходимо срочно решать, если мы хотим пополнять бюджет. Пытаний нема. Ставлю на голосование. Кто за данный проект решения, чтобы включить его в порядок времени. Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Кто отримался? 52 за. Включаем тогда договор. Александр Михайлович, следующий. Ставлю продекларировал нам, что они встанут оплатят. За этот месяц даже не было. Александр Михайлович, давайте побыстрее. Ну, быстренько проверим. Вопрос, продолженный терминодизм из Польской Минской Рады по водоканалу, КНС. Кулиничу нужно это решение про продолжение. Понятно. Шесть месяцев было, мы еще на шесть месяцев продлеваем дождем. Есть вопросы по данному решению? И по включению колярсии денег? Нема. Ставлю на голосование. Кто за? 52. Кто против? Кто утримался? 52 за. Включаем порядок верный. Следующий, на занятии лично-союзную медицинскую особыстного торгового сервитута. Этот вопрос не попал просто в 20 на два дня позже. Там сроки проходят, и мы его на депутат. Мы на сменном заседании проходили, значит, его можно включать и так. Чтобы не нарушить сроки ответа, через эти дни и последние вопроса, из коронавируса, на каждом в четыре дня. Когда будем в силовую голосовать, мы его и так включим. Не надо за этот вопрос говорить. Тех, которых не было на спинном заседании. За 15 дней. Вы не путайте, Михаил. Как это? Если уже... Хорошо. Юрий Иванович, хорошо. Нет возражений, чтобы включить порядок верный. Кто за данное предложение? Прошу проголосовать. Кто за? Кто против? Кто отрывался? Включаем 52 за. Следующий. 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 У вас, пожалуйста, я не могу сказать, что я не особо за приемство Бойко. Слушай, самый распакливался вопрос на спиренном заседании. За 15 дней было? Нету смысла ставить на голосование. Нет, Михаил Иванович, а у меня нету. Как Евгений Иванович говорит, мы теряем время. Нам надо четыре вопроса проголосовать, где все в сей по очереди порядок верный. Хорошо. Ставлю на... Нету возражений? Ставлю на голосование, чтобы листы порядок делных. Кто за? 52 за. Кто против? Кто отрывался? Вносим порядок деления. 52 за. Следующий вопрос по Белому. Изменение комиссии. Может быть, нам за него тогда не голосовать, если мы его будем сразу снимать, рассмотрели. Заявление поступило. Мы в течение 30 дней должны ответить на делу. Устное заявление поступило. Устное? Да. А что это устное заявление? Это за упадом обладачи. Николай Каджи, хорошо, давайте. Кто, чтобы ввести в рассмотрение порядок делных по Белому? Кто за? А? Они как раз ответят, что вы недоработаны. Недоработаны? А зачем вы его объявляли вообще? Давайте его просто нам просто вычеркнем за их все. А чем я вам сейчас в калку не знаю? 30 дней еще не прошло. Да, ребята, ну у нас сессия будет в совершении месяца. Мы потеряем счету. Мы должны определиться. Давайте вносить, если есть заявление. Есть заявление, Светлана Николаевича? Есть заявление, но зачем? Есть заявление. Кто задержёт кто, чтобы нести порядок делных и развязываться на сессии? Кто за? Кто в детстве? Кто в детстве? Кто против? Кто отримался? 51 за, вносим порядок. Следующий вопрос. Нет возложений, чтоб нести порядок и не нарушать силы? Нет. Кто за? Кто против? Кто отримался? 50 за, вносим порядок. Александр Михайлович. А по его? А по его? Становим на размеры боевой участия. Нет возложений, чтоб включить порядок. Становим на голосование. Кто за? Кто против? 52 за. Кто отримался? 52 за, включаем. Становим Александр Иванович. Вопросов не возникало. Никого наоборот говорили, что давайте включать. Кто за то, чтобы включить порядок и не? Кто за? Кто за? Кто против? Кто отримался? 51 за, вносим порядок и не вносим. Что при саде? Так, заventh-два представление. Про законы о досконалении деятельности коммунальных Вопросов тоже не возникало. Кто за то, чтобы включить порядок денег? Кто за? 50 за. Кто против? Кто отримался? 50 за. Включаем за порядок денег. Наступно. Про внести неизмен до решения Никобольской міської ради 12-го минута 2019-го року. Про припинение деяльностей Никобольского коммунального підприємства. Не возникало вопросов. Кто за то, чтобы включить порядок денег? Кто за? Кто отримался? Сколько? 51? Включаем порядок денег. 51 за. Наступно. Про застреление промежного инфраструктурного баланса Никобольского коммунального підприємства. Не возникало вопросов. Кто за то, чтобы включить? Кто за? Кто отримался? Кто за то, чтобы включить? Кто за то, чтобы включить? Кто за то, чтобы включить документы? Я хочу пояснить это решение, которое... Давайте отговариваем, конечно, как из вами их надо. Значит, смотрите. В 2011 году мы выделили деньги на проект реконструкции третьего подъема по улице Альфа. Этот подъем обслуживает часть города Никополя, 3-й участок и 1-й квартал, от частного предприятия «Энергоресурсы». То есть мы сейчас, город, зависим полностью от этого предприятия. Этой реконструкции мы уходим от «Энергоресурсов». Егор-водоканал может напрямую оказывать услугу водообеспечения горожанам Никополя. Проект был сделан в 2011 году. Истекает проект в конце этого года. 12 декабря 2011 года был утвержден уже экошторс, который действует в природе. Значит, это первый нюанс. Второй нюанс. Уже сегодня техническую воду в тех районах города подняли с рубль 0,4 на рубль 80, чем-то. Не помню точно. То есть уже сегодня наши горожане будут платить почти по тарифу очищенные воды за техническую воду. Не поднять тариф и не заключить с горожансканалом договор науки в грани этих людей. Мы бы поимели полей по огородам очищенной водой и падение давления, которое не было выше 2-го, 3-го этажа. Поэтому комиссия Музыка-Песлач летает этот вопрос необходимым. И чем мы раньше начнем центрные процедуры, тем мы раньше присутствуем в реконструкции этого подъема. Значит, деньги, частичные деньги на реконструкцию были перекинуты внутри Крабрама Музыка-Песлача. Уважаемые коллеги, ну нам интересно или нет? Не интересно? Частично деньги были перекинуты с программы УЖКХ, со строительства дома по улице Перомайска. То есть мы все понимаем, что строительство дома это не настолько важно, насколько важна реконструкция третьего подъема. Вот то, что я хотел доложить, а депутаты примут или нет? Сейчас, Олег Витальевич, я скажу два слова. Территориальная громада потратила очень большие деньги на этот проект. Очень прекрасный проект. И его соглашалось финансировать ОБСЕ. Но сегодня мы понимаем... Не ОБСЕ, а... На ГРС. Да, я прошу, договорились. Вот. И сегодня мы понимаем, в область администрации сказали, что на сегодняшний момент ситуация немножко другая. Поэтому вы начинайте, вы начинайте очень быстро проводить тендер. Начинайте делать, начинайте делать, а мы поможем как-то софинансировать. Мы будем смотреть, что будет дальше с рискованием. Поэтому комиссия выяснила этот вопрос буквально недавно, что нам отказали в областной державной администрации. Ну, по правилам, причинам, которым я сказал. И этот проект нужно закончить. Тихенко Сергеевна. Уважаемые коллеги, я еще раз повторю. Если мы хотим что-то изменить в работе нашей Мельской Рады, то это надо делать сегодня. Оршение есть. Я просто хочу спросить у председателя любого комиссии. Как это будет выглядеть, если на ее комиссию, решение, касаемо его комиссией, пройдет внимание? Это одно. Во-вторых, у нас действительно сроки есть, а не есть. Но мы успеваем все сделать. Если бы это был кричащий момент, я уверен бы, был бы, да, чтобы это в программу внесено было бы еще после жилищно-коммунального хозяйства. Но об этом почему-то раньше никто не думал. Что у нас уже такое возникло. А сейчас вот вспомнили, что есть такой проект. Поэтому я предлагаю все-таки подумать. Если мы хотим, значит, данного нашу работу, давайте сегодня начнем. Михаил Иванович, я минуточку. Значит, об этом, в этой реконструкции, в городоканал, где у ЖКХ говорит каждый год. И каждый год просит деньги в программу ЖКХ. Но в программу ЖКХ его нет, и в средних тем, как уходит он этот депутат. И все депутаты обоставали за программу ЖКХ. Мы же страдаем. Уважаемые коллеги, товарищи очень быстренько, голеная левшим, и определяемся в сессионном зале. Это первое. Второе. Сроки, горящие. Было это на день, в 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 день. Если комиссию ЖКХ что-то непонятное или какую-то бумажку не вложили, мы выживаем. Комиссия имеет право вызвать представителя и заслушать его. Это второе. А третье. Чем быстрее мы это начнем, тем быстрее царить на техническую воду и на очищенную воду у жителей того района будет меньше. Потому что горводоканал, потому что горводоканал, когда будет на тему, я буду сходить. Валентина Викторовна Галина и Алюша, вы заканчиваете. Я думала, что я не могу, что в этом доповедь по регламенту. Я еще раз повертаюсь до нормы регламенту. День спільного заседания постельной комиссии, это так же заседание постельной комиссии, но все комиссии разом. Да, надо приходить. Это можно, чтобы все комиссии нужны. Это нужно просто, если хотите, собирайтесь, давайте договоримся на спільном заседании и проводите протокол. Но не можно, давайте же не зачепать на все регламенту. Во всем имени Ивановича рассказал, мы по регламенту имеем право вносить эти изменения. Тем больше было доброе, что он говорит, Александр Иванович, на спільном заседании постельной комиссии. Мы все это чужие. Алюшин, и подводим. Уважаемые коллеги, давайте соблюдать какой-то баланс, эрогику какую-то. Я абсолютно поддерживаю, что надо рассматривать на всех комиссиях. Но давайте не перебарфивать, я не понимаю, о чем говорит Сергей Викторович, какую комиссию прошли мимо. Если речь идет о бюджетной комиссии, то на минуточку мы внутри по кодам, внутри бюджета не меняем. Давайте профильным комиссиям давать возможности технические вопросы, мы будем решать. Мы же не лезем в бюджет. Бюджет должен быть сбалансирован по закону, согласно бюджетному кодексу, мы не нарушаем. А внутри технические вопросы по городу, мы принимаем решение. Мне кажется, все нормально принимаем. Если кому-то не нравится, приходите в нам в комиссию, крепляйте ее. Уважаемые коллеги, давайте закончим. Николай Аркадьевич, разрешите завершить. Пожалуйста. Спасибо. Уважаемые коллеги, если у нас завтра в какой-то профильной комиссии, например, в комиссии по образованию, внутри своей программы, решат вместо стульчиков для детей купить компьютеры для заведующих, это правильно будет мимо бюджетной комиссии? Не правильно. Да, но и без мильных комиссий был этот вопрос. Значит, этот вопрос не слушала плановая бюджетная комиссия. Я не знаю, сколько нужно денег для этого мероприятия. Насколько это нужно, именно эту сумму передать деньги. Понимаете? Вот, нет. Ирина Теревна, давайте с другим, а мы будем его давать. Давайте. Я еще не закончила, Михаил Аркадьевич. Я понимаю. Я еще не закончила. Мимо плановой бюджетной комиссии не могут проходить бюджетные вопросы и вопросы финансовых потоков. Я закончила. Спасибо. Глеб, значит, и заканчиваем. Спасибо. Уважаемые коллеги, значит, начнем с того, что если есть деньги, надо брать все, что мы можем оплатить. Второе, и, наверное, самое важное, нужно ли это людям? Нужно. Да, и я хочу это подтвердить, потому что я точно так же живу в частном секторе, и это все на себе ощущаю. Если нет технической воды, нет обеспечения, то и питьевой мы видим вечером после 10 часов. Поэтому я подтверждаю, что нужно. Уважаемые коллеги, премии закончились, обсуждения закончились, ставлено на голосование. Кто за то, чтобы нести этот проект решения в порядок денег? Кто за? Внести в порядок денег. Соломаха Елена Антонина со своими коллегами. двумя вопросами от комиссии, вне всему порядок дневный. Пожалуйста. Повторите. Да. Вопросов не возникало, не на стильном дни заседаниях. Голосуем, чтобы внести порядок дневный. Кто за, кто что прав. Идут недостатки кучу. Да иди сюда. А работа по дому начали. Потом прибегут, где братья. Это по-другому, прийти через суд? Не нужно через суд. Кто против? Кто утримался? 50 за, вносим порядок дневный. И, наконец, наданя одноразовой грошевой допомоги и рождество депутатов, с правоносными изменениями, решениями всплывали, переходят депутаты стимичной комиссии. Не возникает вопроса в том же. Голосуем, чтобы внести порядок дневный. А как твой проект ничего? Понятно, понятно. Сейчас, сейчас, сейчас. Голосуем, кто за. Кто против? Кто утримался? 49 за, вносим. И, понимаете, для Викторовича, подданя. Андрей, пожалуйста. Я уже читал, проект решения про задумывание подданя Николаевского международного профлора. Что до поручения, вы на законодательство, в сфере, по-бойски, 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 по-бойски. 12.03 зашло подданя. Я считаю, его термином надо рассмотреть, поэтому внести порядок дневный. Кто за то, чтобы внести порядок дневный, прошло голосовать. Кто за? 28 за. Дякую. Ставлю на голосование пропозиции депутатов Минской Ради, что донесение додатковых пытаний за порядок дневного. Кто за? Кто против? Кто отримался? 50 за. Ставлю на голосование пропозиции главы постельной комиссии Рыбакова Александра Михайловича, что до проведения пакетного голосования с 8 по 13, с 14 по 17, вопросов по переликам земельных вопросов. Кто за? Кто против? Кто отримался? 49 за, решение принято. Кто за то, чтобы затвердить порядок дневный в целом, с врахованием внесенных пропозиций, прошу проголосовать. Кто за? Кто за? 49 за. Кто против? Кто отримался? 49 за, решение принято. Порядок дневный затверджен. Порядок дневный затверджен. По традиции, разрешите от себя лично, от всего депутатского корпуса, от территориальной громады Влада Никополя. Поздравим депутатов, которые отметили свой день рождения в мессессионный период. Это Берс Александр Иванович, 24 февраля. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Елена Елена Львовна, 7 марта. АПЛОДИСМЕНТЫ Лошихин Владимир Николаевич, 11 марта. АПЛОДИСМЕНТЫ Соломаха Елена Нарковина, 13 марта. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Градин Александр Николаевич, 16 марта. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И ТРАЛЕНКО Елена Геннадьевна, 23 марта. АПЛОДИСМЕНТЫ И всеми желаемым нашим коллегам крепкого здоровья, семейного благополучия, дальнейших успехов в общественных и профессиональных деятельностях. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Градин Александр Николаевич, 14 марта. АПЛОДИСМЕНТЫ всем гражданам, предприятиям Микополя, Маганевского района, Таматевского района, которые помогли нам, не скелкнулись на проходе местной части, по технической допомоге, дополнительными документами, продовольствам. Надвичайную работу продали и продолжают называть активисты и предприятия Маганевского, Таматевского района. Что касается допомоги от Микопольчанца и местных районов, уже в первый и в второй день возникнулись предприятия, в частности, брати Донець, передали литий, мед, лимонный, необходимый инструмент. В первую очередь предприятия предприятия передали аккумулятор на батарею. Микопольская молодежная громадская организация «Студентская свобода» провела акцию еще до сбора костей, передала в свой участие медичных препаратов «Печила». Приняла акцию на участие в повреждении рационных солдатах и предприятиях «Надия Маргун». Эта вовстрейка в Вене передала продукты, еще заболадила солдатский спин. Також с допомогными продуктами, медикаментами, спилка «Джурлярив» «Никопольщины», «Громадяны Бережны», «Бережна», «Охрименко», «Кордина», «Часто предприятия «Марфун», «Громадянка» «Потапова». «Надовы» за помогу вывешивания техничных проблем висковой частины предприятия «Никопольского марганецкого автоматического района». Аккумуляторами батареи «Надовы» товариства «Гаран Агро», директор «Маливенко» Леонид Николаевич, «Агросирма» «Агросинтез», «Силу Кирк Денна», директор «Крикорецкого» Владимир Александрович, висковый комиссар автоматического района предприятия «Полковник» Науменко Юрий Геннадьевич, «Огиднав» застыли предприятия, организовывал работу «Гравия» предприятия, доставили аккумуляторные батареи с продуктами «Харчевания» висковой ПСП «Ищенко». Директор «Крикорецкого» «Рыбкоемности» передавал представник фермы «Слангутич». В 20-м горячем «Отримовы» на Ситтеле за помогу вывешивания техничных путаний висковых предприятиях «Никополя». В этот день была прямо на найдущую партию аккумуляторных батарей великой ельности. А незабарно представители предприятия Шурса Володина Володимировича и Черченко Иван Григорьевич передали висковых комплекцию частных «Харстей» и еще два аккумулятора. Аккумуляторные батареи передала «Агрофирма» БДЗ. Вместо тех, кому мы вдячны приемцы с авторами «Слесникополя» «Марганск» в районе. Спасибо вам за Рязький Заграние средней школе, директор «Слеса» Рина Володимировна «Коратива» зашли на закладу, заявитель врач Сенина, Наталья Абутинсолаевна, товарищ «Марганинская» «Саха фабрика», директор «Бразильский» Федер Георгиевич, «Скорфирма» «ГИЮг» «Микола Петрович» «Перше травня», «Товариство «Калашник», «Громадянам Лещук» и «Письменного». Их много других людей, которые снижали желания, возможности, дать помощь, но из-за своей скромности завершили им ковнице. Спасибо вам за поддержку. На данный час, мы сутело, скажем так, из-за своего издательства, в нормальном обществе за обеспечением их разорвольствием. Есть еще потребы по техническому майну, також еще в нарвозе будут аккумуляторы великой явности, гуманная колеса для автомобилей «Урал» 4320-255-й, спальные мешки. Иснули необходимость на данные помощи для ремонта автомобильной техники «Крас», «Урал» 66-й, сивами СТО. Если у вас будет такая возможность, будем вам очень благодарны. Спасибо за внимание. Спасибо, Сергей Володимирович. Я вам скажу, что все предприятияне, граждане города Никополь откликнулись на эту пропозицию, допомогать армии нужно. Знаю многих депутатов, которые и пять, и десять раз на день набирают номер пять, шесть, пять, чтобы допомогать загальноукраинской армии, ну и нашей воинской частины печально. дякую. Дякую. Один вопрос. Один вопрос. Можете разъяснить? Можете разъяснить? Можете разъяснить? Уважайте. Уважаемые коллеги. Подождите? Мы помогаем очень сильно. Уважаемые коллеги, наступное питание порядку денного – земельное питание. Прошу Армибакова Александра Михайловича доповести. Александр Михайлович, все пытания разглянуты на меня в сильном заседании комиссии в названии проекта «Вильщика» и ставим на голосование. Добрый день, уважаемые коллеги. Первый вопрос. Уважаемые коллеги, ставлю проекты решения на голосование. Кто за? Добрый день, уважаемые коллеги. Кто за? 41 за. Кто против? Кто утромился? 41 в зале решено. Воспоминания физичной особенности. Шубки Владимира Владимировича. Один из земли на деревянке. На улице Карьерна 2В. Нема вопрос. Ставлю на голосование. Кто за данный проект решения, прошу голосовать. Кто за? 42 за. Остальное решение. Воспоминания физичной особенности. Воспоминания физичной особенности. Воспоминания физичной особенности. Добрый день, уважаемые коллеги. Как бы, когда до месяца в школе, мы живем в 12 граммах. Если нет вопросов по данному проекту решения, ставлю на голосование. Кто за данный проект решения, за что голосовать? Кто за? 41 за. Кто пилотик? Кто отримался? 41 за решение. Пятый вопрос. Передача приватного класса с гражданом Пушевого Марии Петровиной, Дароман и Надеи. Оперированы с «Зеленой Демянки» на проволоке кузнечным, в доме в центре Георгии Слобода и Житлого. Нема запряток? Ставлю на голосование. Кто за данный проект решения, прошу голосовать. Кто за? Кто подобретает? Кто утримался? Судя 3 за решение принято. Вопрос о принятии приватного власта гражданства Черновустава Виктория Викторовна, имени Делянка, налоги Саурицкого, бюдинок 83, а бюдинок Стархолдвовича, Балов-Будни. Нема заступления, скажем так. Ставлю на голосование. Кто за данное правительство, решит проголосовать. Кто за. Вопрос о принятии приватного власта гражданства Черновустава Викторовна, имени Делянка, налоги Саурицкого, бюдинок Стархолдвовича, Балов-Будни. Вопрос о принятии приватного власта гражданства Черновустава Викторовна, имени Делянка, налоги Саурицкого, бюдинок Стархолдвовича, Балов-Будни. Вопрос о принятии приватного власта гражданства Черновустава Викторовна, имени Делянка, налоги Саурицкого, бюдинок Стархолдвовича, Балов-Будни. Вопросы по 17, тоже прошу поставить вопросы на голосование. Это вместе с ним решение некоторых комиссионеров. По 17 вопросов, потому что мы обговаривали в Геннадий Ваточный Блокал, в проект решения, помните, на один год 3% вот это все возле райисполкома, потом будем смотреть. Поэтому тоже вопросы обговорились и поддержим. Прошу поставить на голосование. Кто за данные проекты решений, прошу проголосовать. Кто за? Кто против? Кто утримался? 44 за решения принято. Следующий вопрос, для которых были 3 вопроса в несении сголоса. Первый вопрос, который именно продал постельное оборудование, земельная девянка, товариство Сармежного Республиканда, с 1-го ОБМ Шевченко, 14. Этот вопрос я представлял на несении сголоса, я вам докладывал. Поэтому там собственник БАНИ продал другому собственнику, акт постоянного пользования был. Поэтому мы по закону вполне можем принять, прекратить этот акт постоянного пользования, а следующий владелец будет подавать направление договора о паренде. Мы уже будем им земельный участок давать с вынесением вот этой площади, которая нужна этой женщине для нормального прохода. Поэтому комиссия просит подбежать и предпринять право в коррестовании земельной девянки у того, что АБМ в улице Шевченко, 14. Меняем ГОСА. Кто за данный проект решения, прошу голосовать. Кто за? Кто против? Кто утромился? 44 за, лично на публику. Наступция. Следующий вопрос. Проказать добрый рейнг земельный новый срок, укрытие на цену товарища Николаевского Светлова-Красплава. Улица Миколаева будет на 310. Продвение договора, поэтому на тот же срок и та же арендная оплата. 10 лет 3%. В очередь 3,553 градуса. Решение маза по данному проекту решения, ставлю на голосование. Кто за данный проект решения, прошу голосовать. Кто за? 49 за. Кто против? Кто утромился? 49 за, лично на публику. Следующий вопрос. Про подможные теми идеи решения Никопольской мискурады. 09.11.2013, номер 6, тела 33, дробь 6. Продолжение коммунального приемства Никопольского родничного управления, которое будет на конвенциативное господарство. Никопольской мискурады, располняя проекту землируса, что это будет видно с земельной делянки, на вывесе электрометаллога 244. Кончился срок, Иван Ивановичу нужно это решение срочно, чтобы в область он его отвез, на выделение денег там. Александр Михайлович, это нужно в территориальной гармонии, а не Иван Ивановича Куреновича. Поэтому ставлю проект решения на голосование. Кто за данный проект решения, прошу голосовать. Кто за? 48 за. Кто против? Кто утримался? 48 за. Решение принято. Дякую, Александр Михайлович. Наступное питание по рядку дневного. Гроза от подания Никопольского межрайонного прокурора 12.03.2014 года. Правосудование поручить вымок законодавства в сфере с поводжением с выходами. Информую Шашлыкова Татьяна Федоровна, заступник Никопольского межрайонного прокурора. Никопольского межрайонного прокуратуры. Это, скажем так, очередной акт прокурорского реагирования, который направил на родину депутата Межрайонного 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 прокуратуры. Розстановлено, что на сегодняшний день законодательства Межрайонного 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 межрайона работа щодо организации и проведения заходов санитарного очищения места. Сбор твердитого по годову сходов не соответствует вообще вимогам действия законодавства. Нормами статей 21 законов Украины про исходы визначено, что органы межрайонного реагирования в сфере поводжения с исходами, забезпечить виконання вимога за надавство про исходи, розроблення та заслеження схем санитарного очищения населених фондов, організацію збирання і виболення побутового исходів, вирішення питань щодо розміщення на своїй території об'єктів поводження ісходів. Відповідно, в часті 3 статті 35 значком 1 закону Украины про исходи збирання та виведення побутового исходів у межрайонного території здійснюється юридичною особою, яка оповноважена на це органамізацію збирання, тільки на конкурсних засадах, у порядку встановлено Кабінетом Міністрів України, при цьому спеціально обладнанням для сілу транспортного насадку. У порядку проведений конкурсу на надання послуг збирання побутового исходів затверджено в основу Кабінетом Міністрів України від 16.1.12 року номер 173 питання на надання послуг збирання побутового исходів. При цьому проведення установлено, що Міністерство на сьому 13 року закінчився структує договору щодо надання права надавати послуг збирання до авторізації збирання поводського исходів на кериторії містані Кабінет, який був укладений між Ужитиханні Кабінетської Ради та ТОП УБЛДР. Відповідно до пункту 33 порядку, конкурс, новий конкурс, повинен був бути проведений протягом 16 днів після закінчення цього договору. Але в період часу з лифня 2014 року і до сьогоднішнього дня в березні 2014 року Нікопольською міською раду виконавця послуг і збирання збирання збивання побутових відходів у майже сміття Нікополя установленим законом порядку до сьогодні не визначено. При цьому в пунктах 1.4 рішення виконавчого комітету Нікопольською міською раду від 28.02.14 року про окремні заходи щодо забезпечення належного санітарного стану на території міста Нікополя безпідставлено за відсутністю законних повноважень переліпу житлово-гомональних послуг права на здійснення яких виборюється на конкурсних засадах за стверджене рішення Нікопольської міської ради виключена послугу вивезення побутових відходів та порушення вимог статті 1.3 закону України про відходів виконавчими послуг вивезення зверстих побутових відходів до 3.4.13 року вивезення ТОП комунальність Нікопольської міської ради приймалися і раніше які на даний час працювали чинні це перше рішення було 9.7.15 року номер 565 29.9.13 року номер 812 21.12 року номер 11 при цьому ТОП СК Конфорта ТОП комунальність Нікополь порушення вимог статті 3.3 закону України про відходи до пункту 24 державних санітарних форм та правилу утримання територій населених міст за стверджених наказами дітейства охорони здоров'я договорів на тимчасоване надання послуг зверненьків витобусівходів на секторі міста Нікополя вивезення з управлінням міського комунального господарства міського міського рада вивезення побутових відходів зі шутілка міського міського району не поводжено відходи з переважної території міста вивозяться в Чорьковиці менші ніж один раз на три дні за трамами вулиці Першатранері Нейнського Херсонського Добронубова Шевченка Артема Голоско-Чернобиля Торщина Наслідчого відбувається переповнення контейнерів зберзування відходів та виникнення зберзування збратиш читворюю загрозу для закройнення життя та зберзування вігод зберзування крім того мають мій викладки використання для перелезнання можливих квобутових підходів на перегон СД номер 32 транспорту який не виключає розвіювання та розписання відходів Акезу проведення законодатства закону України про відходи за державний санітар використовує правиль витворення Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Дмитри Дмитри Продолжение следует... Но решение оставили пока в том виде, в котором оно выносилось на то заседание, и есть такое предложение его оставить, в случае необходимости мы на любой сессии можем любое предприятие исключить из этого списка. Когда заслушивали предприятия и приходили на комиссию профильную, в каждом коммунальном предприятии была какая-то собственность города, то есть пусть там у кого-то больше, у кого-то меньше. Пытание вчера не возникло, и на днественном заседании Ирин Иванович давал пропозицию, но давайте вырисоваться в голосовании. Кто за данный проект решения, прошу голос. Есть для питания, да? Пожалуйста, Игорь Иванович. Ну не только Евгений Иванович, а и я выступал с пояснением по этому поводу еще раз поясняю. Я предлагал комиссии по жилищным правилам хозяйства познакомиться с решением Конституционного суда Украины, которое гласит о том, что в данном случае не принадлежат банкротства только те предприятия, которые оказывают жизненно важные услуги населения, как дом, подача воды, подача тепла, вывод мусора там и прочие услуги, без которых город жить не может. Мы туда вберем ряд предприятий, которые к этим услугам не имеют никакого отношения. Мне, допустим, непонятно, что есть в муниципальной главе, чего мы не можем ее банкротить. Но почему? Если они будут работать в убыток городской громаде, почему мы должны их защищать? Виталий Иванович, мы принципиально этот вопрос не ставим. Если мы сейчас обсудим и внесем изменения в этот проект, то комиссия УЖКХ вас поддержит в этом сто процентов. Сергей Иванович. Друзья, мы на комиссии УЖКХ решили заслушаться, чего от предприятия, перешли принимать и кей-то решение. И это мы уже сейчас делаем, мы сейчас собираемся два раза в неделю. Поэтому понять всю ситуацию. Там действительно, мы принимаем это решение не потому, что там люди не могли их ликвидировать, чтобы кто-то кроме нас не мог ликвидировать. Вот в чем. А кто? Так есть люди, которые могут здесь предприятия кроме нас. Если мы сейчас не принимаем это решение. Вот, вы понимаете? Нет, вы понимаете? Уважаемые коллеги, здесь проект решение, я его ставлю на голосование. Кто за данный проект решения, прошу голосовать. Давайте обновляйся. Кто за? 22 и 18 будет 29. Кто против? Кто против? Кто против? Кто отремарся? Тридцать девять за решение принято. Наступное решение про окременные заходы за обеспечением належного санитарного стану на территории места Никополя. Есть вопросы по данному проекту? У всех проекты решены? Две питания по данному проекту. Внимат ставлено голосование. Кто за данное решение, прошу голосовать. Кто за? Кто против? Кто укринялся? 50 за решение принято. Дякую. Кто за данное решение принято? Кто за данное решение принято? Подписывайтесь на вашу налогу. Подписывайтесь на мой канал. 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 Мастер-пишите на мой канал. не еду не еду кто-то не еду как вы жаловите не еду вот эти комитеты мнения разделились мнения разделились то есть вы решили здесь Александр Михайлович Лебаков а вы меня вот это делается санитись а вы по коему руку надо Уважаемые коллеги, не ссорьте, всем таким словом. Я вам предлагаю, как обязатель комиссии, это решение не поддерживать. Потому что он расположен будет в том месте, где будет мешать повороту и травку. Бабанин Александрович поднял. Мешать будет и на автобусе. Галина Евгеньевич, ехать. Кто еще хочет? Может, на проезжей части? Значит, вы же на проезжей части. Это планует предприятие. На территории своего приватного домовления. Далее, где написано КН, это не школа обучения, там, летняя кухня. А там, где два квадрата, это тимчасовая споруда, которую планируют остановить. Там подозначена огорожда. Это, получается, как правило? Нет. Он забор прийме, поставит, будет торговать вот так. Там есть проблема, что эти споруды попадают в охранную зону газопровода середину тиску и не выдерживаются вимоги здаи 20 метров от перекреста. Понятно, не выдерживаются вимоги газоохранительная зона. Кто хочет еще питание? Шановные коллеги, определяемся методом голосования. Кто за данный проект решения? Прошу голосовать. Кто за? КОНЕЦ Угодение на меня все-таки есть. 14 за. Кто против? 15 за. Кто против? 16 за. Кто против? Кто отнимался? 17 за. Решение не принято. Наступный проект. Денис. Наступный проект. Продолжение следует. Субтитры предоставил. 16 за. Глубок. 16 за. Глубок. 16 за. Глубок. Она так еще не установлена. Станова тимчасовой службы планируется с предпринимцем. Значит, вы уже разрядали это задание. Было предложено, рекомендовано было предпринимству узгодить установку тимчасовой службы с мешканцем, который мешает в городе, в житовом доме. Предпринимец, как вы говорили, взбрался в письме и присутствует в комиссии по предприниманию. Мнение о комиссии. Бесторым ответом? Рыбаков. Не с ним на заседании комиссии. Докладывал, что мы это решение откладывали, чтобы человек собрал подпись. И на заседании комиссии я докладывал, что подписью он не собрал, поэтому прошел не поддерживать. Но он подписью собрал и отдал не комиссию по земельным, а отдал комиссию по бизнесу Вадим Геннадьевичу. Эти подписи в этой комиссии есть. Поэтому я думаю, что если эти подписи нужны, то можно поддержать. А мы не доверяем? Сергей Витальевич. Сергей Витальевич. Сергей Витальевич. Хочу обратиться ко всем коллегам. Это решение каждого, как голосовать. И я имею ввиду и по прошлому вопросу. Просто во времена экономического и финансового кризиса, и политического в том числе, не давать открывать рабочие места, я считаю, это неправильно. Человек там, дом у него стоит. Он прожил всю жизнь в этом доме, возле дороги и газа. А теперь мы не даем ему деньги зарабатывать. Я это не понимаю. Точно так и просто. Но решение каждого, ну еще раз. Более последовательные люди. И это не красная линия. Я только хочу держать. Так как и наполнение бюджета есть. И человек не зрели, но держит туда. А создает же рабочие места. Понятно. Единственное, только обратить внимание. Разбивайте и так далее. А так и месяц по сути. А чем будет торговать, Сергей Витальевич? Сколько метров? 18 лет уже не будет разливать, Владимир Геннадьевич. Пожалуйста. Не, не, сверху пожалуйста. Скажите, не. На этом выборчем опыте выбрана мне депутат. Эта людина со мной это вопрос не погоджувала. И люди против, чтобы там был установлен магазин. Прошу вас не поддерживать. Это решит. Какие люди? Какие люди? Какие люди? Какие люди? Я не вижу. С людьми я не спілкувался. Они не начали больше? Да. Сколько? Шаново, коллеги. Еще раз вам подтверждю, что люди против там. С кем я спілкувался, там сказали. Он приедет, мы его разом с магазинами сюда и вынесем. Не надо сейчас мне там турбовать людей. Уважаемые коллеги, я еще раз хочу спросить Вадима Геннадьевича. Вадим Геннадьевич, есть подписи живущих людей рядом? Я их не вижу. Но вы не видели или видели. Общайтесь между собой вот там. Уважаемые коллеги, надо определяться на голосование. Тихенко и заканчивай. Что подпись? Да. В вопросе будет все так, кто-то против. Вот это однозначно будет во всех вопросах. Поэтому, если мы, как депутаты Роскова Совета, готовы о выполнении бюджета, о рабочих местах, то я думаю, надо принять это решение. Не, ну давайте еще дадим слово. Уважаемые коллеги, мы надаем слово депутатов, а все остальное еще у нас есть депутат Гришин. А есть там какие-нибудь коммуникации? Реально? Я, значит, пояснюю. Это вопрос уже разглядывается в коммуникации, на комиссии мы уже разглядывали. Там коммуникация, да, действительно есть. Чему эта часовая спорта стала истинной диспадратой? Изначально в процессе приема строительства. Но в процессе, который пошел угодить с коммуникациями, то, скажу так, в процессе маніпуляции, выяснилось так, что там не помещается диспадрат. То есть там уже проведено дезодакует, что, как раз витянатель, квадратик уменьшает и не доложает. Как более жандарная полиция, надо на Демочке. Измирает, да, в зараженном уменьшено. Нам надо взять, ну, перерыв, поэтому... То есть вы хотите, хотите решение о фракции? Уважаемые коллеги, сейчас Демочки еще выступят. Вот мы как бы руководствуемся тем, что видим глазами тем, кто понимает и тем, кто видит. В данном случае мы пытаемся с подачи депутата Шилла руководства за тем, кто вы слышали. А, собственно, мы этого даже не слышали, слышал только Олег. Поэтому, если бы Олег принес сюда и сказал, вот подписи против, у меня бы не было разрешения. А вот подписи за. 30 за, 45 против. Понятно. Позиция. Уважаемые коллеги, у меня есть предложение. Мы... Это нормальная традиция. Объявить в 5 минут перерыв, я поставлю на голосование. Просит глава фракции. Партия региона. Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы объявить перерыв в 5 минут? Кто за? Кто за вас interests? По своему Roberta? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 barrel ДimaTorzok ДimaTorzok И когда я разбился, понимая, что вот там горалы, вот это вот, скуксин, это скуксин, где-то с горы, спекается там вода, она просто спекает вот это сальник, она там фильтруется, у нас и чулейник снега дает, нам эти кораллы натирают, потом раз, рванулась укусин. Я говорю, а какая там эта самая? Ну нет, 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 там, там никогда, что есть. Оставьтесь за пиво никогда не брал, слойте, там что-то больные, там кораллов нет, но оно все равно полезно, оно все равно полезно, да. Оставьтесь за пиво. 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 Оставьтесь. Оставьтесь за пиво. Оставьтесь. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...